Лилит, насколько все-таки важно проведение таких патриотических мероприятий в нашем городе? Я считаю, это очень важно, особенно для нашего молодого поколения. Это все-таки пребывает некий патриотизм и любовь к своей родине. Такое можно проводить часто, не сильно редко, но так, чтобы было интересно и вот так красиво. А кто может стать участниками акции? Любой ученик в школе, да и в принципе любой севастополец. Надо только захотеть прийти и стать волонтером на данном мероприятии. Если я правильно понимаю, это абсолютно точно можно назвать флешмобом. Принять участие могут абсолютно каждый. Каждый год проходит такое мероприятие в сердце площади Нахимова, если я правильно понимаю. Как проходило мероприятие в прошлые годы? Кто принимал участие? Проходило также величественно, я бы сказала. Участие принимали различные организации нашего города, приходили ученики из школ разных. И мы вот так вот раскрывали наш флаг большой и дружно, как бы патриотически. Все так и проходило. Я знаю, что в Симферополе в прошлом году покорило масштабами и весом флаг. Стремится ли наш славный город, герой Севастополь, тоже побить крымские рекорды? Может быть, есть это в планах? Конечно, очень хотелось бы, но, может быть, в ближайших годах. Очень надеемся на это, очень хочется. А что бы вы, с какими словами бы вы обратились сегодня к гостям, жителям нашего славного города? Как бы поздравили севастопольцев с этим действительно важным государственным праздником? Вы знаете, будьте патриотами своей страны и любите наш город. Он очень прекрасен на самом деле. Приходите на наши мероприятия, будем разворачивать флаги еще. Это прекрасный праздник. Ну что ж, Лелит, огромное спасибо вам. Продолжение следует... Продолжение следует...